Сдается мне, в данном конкретном случае, все, кто приложил руку к вот этому, что мы сейчас с вами вместе рассмотрим, постарались ну просто на 1346%, чтобы получился такой из ряда вон выходящий результат. Максим Николаевич приложил огромное усилие для того, чтобы это найти и привести. И далее в дело вступил маэстро ларцов-дворцов Василий Труфанов, который изготовил не только эстетически привлекательные ларчики, но они еще технологически совершенны в данном конкретном контексте. И вот в таком виде это чудо попало ко мне. Их три единицы, все в одинаковых домиках, одинаковые сами по себе. Спешу ознакомить. Домик. Скрывающий в себе бритву. Бритва стоит торцом. И установлена она таким образом, что до режущей кромки не доходит она никак и ни при каких обстоятельствах. Вот здесь силиконовый ограничитель, который не дает бритвы внутри болтаться. Теперь касательно самой бритвы. Я вижу первый раз, чтобы такое внимание уделяли деталям. Вот сатин один, на вот этом, скажем так, подпальцевой, на выемке. Вот сатин другой, продольный. Это они, я не знаю, как эта приблуда называется, грубо говоря, стамеской стальной они вот так вот царапают. Вот здесь полировка в зеркало. И вот здесь. Вот здесь уже с верхнего торца. Оставлено грубо, как есть. И вот здесь вот этот продольный сатин. Вот до этого момента. Ну, до, грубо говоря, всечки вот этой стали тамахаганы. Все остальное, это уже сталь водопроводная, типа Никопольского металлургического предприятия. Шутка, конечно. Но вот это все, вплоть до вот этой границы. А с этой стороны, ну, мне даже тяжело сыскать, где стык. Очень серьезная сталь. Просто нереально серьезная. Камни спотыкались. Оно прямо чувствовалось, насколько они не могут собладать настолько быстро, насколько это способны. В остальных случаях, скажем так, в часто встречаемых. Очень и очень прилично. Кем и понравилось. С каждого камня можно смотреть практически бесконечно на то, вот как эталонным образом камень должен оставлять после себя какие следы, скажем так. Даже нарезе волоса, вот мы уже в обратную сторону идем, вот оно на стале прямо чувствуется. Она настолько плотная, настолько мелкозернистая. Нет таких вообще. Ну вот он, я не знаю, как самурайским мечом просто перебивает его с большого замаха. Крайне приятные штуки. И вот то, что здесь вот эту каванину оставили не зашлифованной, она прямо такая, она тактильно даже тормозящая палец. Все бритвы одинаковые по габаритам. 20,5 миллиметра ширина полотна. Это полных 6,8, туда уже ближе к 7,8. Тяжелые клинки. Сейчас я остальные покажу. Заряжается первым делом вот с хвостика. И потом уже вот сюда. И закрываем. Сейчас я на какой-то другой покажу. Там дело в том, что поскольку бритвы абсолютно новые, на них, грубо говоря, они, фаски были сведены. А вот, кстати говоря. Ну, они все в той или иной степени грешат вот этим. Вот с этой стороны это ура оморте. Короче, с обратной стороны ширина фаски неравномерная по всей длине. Она, конечно, проработана, естественно, само собой, как положено. Но пусть вот этот, скажем так, небольшое углубление, пусть оно не смущает. На работу это точно никак не отразится. Вот с этой стороны абсолютно все ровно и четко. Ну, то же самое. Сейчас, единственное, я промерю, какого размера это. Ну, да, они все по 20 миллиметров. Все 6,8. Огромное доставили удовольствие в работе. Удовольствие Максиму Николаевичу. Отдельный пламенный салют. Это такой шанс пошупать. Такую реально твердую и плотную сталь. Вот вообще, ну, что по росту, что против роста, без разницы. На всех трех бритвах я скруглил нос, носики. Поскольку изначально, вот когда фаски свели, если так можно выразиться, они были настолько острые вообще. Ну, так нельзя было оставлять. Я аккуратно, 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 в таком минимальном объеме фасочку скруглил. Носик, точнее, извините, ребру носика. Вот здесь то же самое. Сначала сюда. И потом аккуратно, вот так укладываю. Ну, я думаю, понятно, что ничего не трясется там, не болтается внутри. Великолепно, выполненная работа. Даже додуматься надо было до такого. Василию отдельный привет. И огромное слово благодарности за то, что можно на такую красоту смотреть. Так, ну и третью по-быстренькому. Ну, вот и третья. Ну, в общем-то, все то же самое. Еще раз, вот с этой стороны ширина фасочки, она слегка подплясывает, будем так говорить. Ну, во всем остальном такие цепкие штуки. Так, обратно точно так же. Лихо, конечно, сталь работает. Приятно. Вот такие штуковины. Естественно, завтра, поскольку сегодня уже почта закрыта, поэтому завтра соберу, отправлю. Максиму Николаевичу. А он уже будет действовать с ними по собственному разумению. Ну, подозреваю, что, наверное, будут они выставляться в продажу. Поэтому за приинтересные вещи, мне кажется, стоит побороться. А это крайне приинтересные вещи. С моей стороны, я сделал все, что можно было для того, чтобы привести к рабочему результату. И мне остается пожелать вам приятного аппетита. И мне остается пожелать вам приятнейшего вечера. Надолго не прощаемся. Там я параллельно обрабатываю абсолютно тоже небезынтересную группу, переданную мне лично Николаем. Так что сегодня я закончил все работы подготовительные. А завтра уже начну потихоньку точить. Всем здравствуйте и радоваться. До скорых встреч в эфире. Пока.